Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Работодателей обяжут ежегодно индексировать зарплату работникам. Собственно, Трудовой кодекс и так обязывает индексировать зарплату, но формулировка там настолько размыта, что никто это требование не выполняет. Актуальность законопроекта объясняется экономическим кризисом, ухудшением уровня жизни населения и ростом цен. Размер индексации, по мнению авторов, должны устанавливать региональные власти, а минимальной планкой станет уровень роста цен. С одной стороны, хорошо. С другой, учитывая печальное положение работодателей и бизнеса, снова ждем сокращений и серых зарплат. Просроченная задолженность по розничным кредитам к концу 2015 года может вырасти до 8%. За прошлый год просроченная задолженность по розничным кредитам выросла на 51,6% до 700 млрд. рублей. В этом году рост продолжается. По итогам февраля рост может составить 6-10%. Рост кредитования физлиц в 2014 году замедлился с 29% до 14%. Это естественно, кстати. Никто не хочет брать кредит под 40-50% годовых. До 4 млн. человек в сезон рассчитывает принять курорт Геленджик. В прошлом году город посетило рекордное количество отдыхающих – 3 млн. 900 тыс. человек. Это больше уровня 2013 года на 3,1%. В текущем году количество туристов в городе превысит 4 млн. человек. Такие выводы сделаны по динамике роста турпотока. Основной проблемой Геленджика считается ограниченное транспортное сообщение. К примеру, аэропорт Геленджика не имеет статуса международного, а вообще цифры похожи на истину. К примеру, в Москве загранпаспортов выдано на 40% меньше. Так что российские курорты в этом году будут переполнены. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленным изменением котировок по отношению к основной торговой сессии вторника. Индекс РТС в первые минуты торгов вырос, индекс ММВБ наоборот снизился до 1770 пунктов. Среди лидеров роста – РДР Русала, акции КамАЗа, Яндекса, Полиметалл и Распадской. Лидеры падения – акции ЛСР, ФСК ЕС, Магнита, ВТБ, Лукойла и Преф и Мичелла. Российские индексы реагируют на нейтральный внешний фон и динамику сырьевого рынка. Фьючерс СНП прибавляет. Торги во вторник в Европе и США завершились в зеленой зоне. Азиатские рынки показывают разнонаправленную динамику. Курс доллара на 25 февраля. 63 рубля 50 копеек. Курс евро – 71 рубля 94 копейки. Золото стоит 2441 рубль за грамм. Серебро стоит 33 рубля 8 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 58 долларов 84 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах!